Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами рассмотрим сборник по контрпропаганде Советского Союза в Афганистане от января 1987 года. К слову, это далеко не единственный сборник или справочник, который выдавали советским воинам в Афганистане, но он содержит довольно интересные иллюстрации и описания к ним. Давайте приступим. Воину-интернационалисту следует постоянно проявлять высокую политическую бдительность, везде и повсюду соблюдать режим секретности, не вести разговоры на служебные и другие темы, касающиеся жизни и боевой деятельности подразделений в присутствии посторонних лиц. Не допускать нарушений общественного порядка, неправомерных и несанкционированных действий по отношению к местному населению, необоснованного применения оружия, нанесения материального ущерба Афганистану и его гражданам. Пересекать государственную границу только в установленной форме одежды, строжайшим образом хранить военную и государственную тайну. Знать статьи советских законов, помнить, что за совершение противозаконных действий на территории Афганистана по отношению к афганскому народу военнослужащие несут ответственность согласно Уголовного кодекса и закона об уголовной ответственности за воинские преступления. Не следует раздеваться, загорать или купаться на виду у местных жителей или вблизи жилых домов, так как такое поведение несовместимо с национальными и религиозными обычаями афганцев и считается для них оскорбительным. Хорошо знать и уважительно относиться к действующим в Афганистане законам, существующим национальным традициям, обычаям и правам, религиозному верованию афганского народа. Поддерживать дружественные отношения с трудящимися. Закон также строго карает за контрабанду, то есть за незаконное перемещение за границу товара или других ценностей. За подобные действия советским уголовным законодательством определена мера наказания, лишения свободы на срок до 10 лет. Высоко нести честь и достоинство гражданина Советского Союза, неукоснительно соблюдать советские законы, требования военной присяги и воинских уставов, приказов командиров и начальников добросовестно выполнять свой патриотический и интернациональный долг. Во взаимоотношениях с представителями партийных и государственных органов Афганистана вести себя скромно, уважительно, добиваясь взаимопонимания и тесного сотрудничества в решении задач. Держаться с достоинством и честью, без заискивания и угодничества. При эксплуатации транспортных средств строго руководствоваться установленными в Афганистане правилами дорожного движения. Не следует располагать подразделения в непосредственной близости от общего источника воды, иначе афганские женщины, которые по мусульманскому обычаю не должны приближаться к незнакомым мужчинам, не смогут пользоваться им. Попадающие в руки военнослужащих боеприпасы, валюта и другие материальные ценности, продовольствия, медикаменты, принадлежащие бандформированиям, передаются в установленном порядке местным органам власти. Войну-интернационалисту запрещается вступать в несанкционированные связи и знакомства, посещать афганские государственные и частные магазины, лавки, рынки, приобретать там, а также у частных лиц различного рода вещи, продовольственные товары, спиртные напитки и наркотики. Привлекать местных жителей для строительства служебных и жилых помещений, обслуживание военных городков, всяких других работ в интересах наших подразделений, вырубать фруктовые и декоративные деревья. Заходить во дворы и другие дома местных жителей, заглядывать в их окна и двери, влиться женщин, вступать в разговоры с ними. Пользоваться транспортом Афганистана, как общественным, так и принадлежащим частным лицам. Получать у представителей местных органов власти и у отдельных граждан какие бы то ни было вознаграждения, подарки, пользоваться различными безведомственными материальными услугами. Производить досмотр и обыск транспортных средств, жилых и служебных помещений, торговых предприятий, а также граждан Афганистана, кроме случаев, когда надо обеспечить свою безопасность и отсутствуют представители афганских сил. Продавать афганским гражданам или использовать для обмена с ними вывезенные за границу или приобретенные вещи и продовольствия, а также ГСМ, предметы военного снаряжения, имущества и обмундирования. Наносить ущерб и допускать неправомерные действия в отношении мест, которые население Афганистана считает святыми, устраивать стоянки и привалы вблизи кладбищ, мечетей и других религиозных мест. Пользоваться водой для питья, приготовления пищи и других технических нужд из непроверенных источников.